Актер Стивен Сигал планирует снять фильм в Ростовской области и задействовать в съемках до пяти тысяч данских казаков. Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Какие сегодня новости на Дану? Ростовская область глазами статистики. И тут, значит, это самое, отключают свет. А время идет уже 12 ночи, а мы все сидим на счетах, щелкаем. Решение проблем по скайпу. Провести максимально быстро дополнительную информационную работу среди жителей. Дождь и ветер против урожая. Это очень хороший, тяжелый колос, очень хорошая пшеница. И малейший ветер с дождем, это все вот у нас льло. Выпускной в небе в Неклиновской летной школе закончили обучение будущие пилоты. За плечами два года воздушной подготовки, а впереди карьера военного или спасателя. Выпускники этой летной школы имеют преимущество при поступлении в профильные вузы. За штурвалом легкомоторного самолета школьник. Секреты авиации ему раскрыли в Неклиновской летной школе. Станислав Белошапка был окрылен мечтой поступить сюда с седьмого класса. Теперь он выпускник. Но опускаться с небес на землю не собирается, а планирует поступить в Краснодарское летное училище. У меня учился здесь друг, брат старший. Мне посоветовали сюда поступить. Я взял, подумал, ну почему бы и нет попробовать. Вот выучился, начал летать на самолетах. Понравилось очень сильно. В школе только юноши. Здесь они живут и учатся два года. Изучают аэродинамику, самолетовождение, авиационное оборудование, прыгают с парашютом и летают на самолетах и планерах. Дети приобретают навыки выживания, обучения, нахождения себя в коллективе. И что способствует дальнейшему быстрой адаптации в военной среде. Поступить в Неклиновскую летную школу не так просто. Подобных летных школ в России всего шесть. Конкурс на зачисления соответствующий. Проверяют и физическую подготовку, и летный настрой. Последние годы действуют классы спасателей. Вопускники этих классов поступают на соответствующее отделение Донского государственного технического университета и пополняют ряды наших спасателей. За 22 года школа выпустила почти 3000 воспитанников. Большинство из них стали военными. Елена Баранникова, Юрий Санкин. На Дону. Вся жизнь в цифрах. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник главные счетоводы страны статистики. 95 лет они пишут портрет Ростовской области в диаграммах и графиках. Цифровое творчество увидела Юлия Карасюк. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Всю важность работы статистического бюро оценил еще товарищ Новосельцев и знаменитого служебного романа. А романтичность профессии подметила Тамара Жабина, когда 30 лет назад впервые пришла в Ростов-Стад обычным счетоводом. Однажды я купила бутылку растительного масла случайно и пришла на работу, и она у меня была в сумке. И вдруг поздно, а у нас завтра посрочная, итоги по промышленности. Тут отключают свет, а время где-то уже 12 ночи, а мы все сидим на счетах, щелкаем, а не видно же ничего. Я достаю бутылку, у кого-то бинт, делаем фитилек и вот так вот каждому держим и считаем. С приходом цифровых технологий романтичность ушла, а возможность и скорость подсчетов увеличилась. Благодаря статистике сегодня мы наглядно видим, как растет, питается и развивается Ростовская область. Ее цифровой портрет помогает яснее понять прошлое и смотреть в будущее. Мы в своей работе исходим из того, что официальная статистика в современном обществе, есть общественное благо. Сегодня в Ростов-Стаде стабильный коллектив, в котором работают 670 человек. По численности работников и количеству обрабатываемой информации, наш коллектив является пятым в системе государственной статистики России. Поздравить статистиков с профессиональным праздником собрались все те, кто не может работать без их расчетов. Лучшим профессии вручили благодарности. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Надену. Как только человек разумный выделился из животного мира, он сразу начал все вокруг себя считать. Как зарождалась профессия статистик, расскажет заместитель руководителя Ростов-Стада Марина Самойлова в программе «Первые лица на Дону». Статистика, видимо, начала свою жизнь в обществе с того, когда на пещерах начали ставить палочки, подсчитывая убитых мамонтов. Интервью с Мариной Самойловой смотрите сразу после выпуска. Новостей. Верховный суд разрешил скреплять сделки рукопожатием. Этот обычай делового этикета будет иметь такой же серьезный аргумент, как документ, заверенный печатью. Наской столице такая практика знакома. У ростовских купцов в конце 19 века именно рукопожатие было знаком заключения сделки. Ударить по рукам или обратиться к нотариусу. Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону. В современном мире, как дал слово, так и забыл. Ну, это мое мнение. А документ, ну, хотя бы, ну, какая-то, может быть, гарантия. Рукопожатие. Почему? Потому что нотариус – это очереди, это трата лишнего времени. До нотариуса много развелось. Ну, вы понимаете, руками вы передаете свою энергию. Через нотариуса не получится. Василий Голубев провел очередной интерактивный прием жителей области. Временно исполняющий обязанности главы региона рассмотрел 10 обращений. Людей интересовали проблемы ЖКХ, дороги, газификация, жилищные условия. Жительница села Покровское Никлиновского района попросила Василия Голубева помочь с подключением поселка к сети интернет. Голубева помочь с подключением поселка к сети интернет. И мы отрабатываем его с завершением третьего квартала. Напомним, интерактивная приемная губернатора начала работать в конце прошлого года. За 6 месяцев от жителей области поступило более 150 обращений. Чтобы оставить заявление, необходимо заполнить заявку на сайте областного правительства. Повысить престиж рабочих профессий и выявить дефицит кадров по отраслям поручил Василий Голубев министерствам и департаментам. На данную рабочим специальностям сейчас обучают 124 учебных заведения. Но только половина из них имеет площадки для практики на предприятиях. У нас есть производства, которые не прекращали практику такую у себя, взять наше крупное промышленное предприятие и так далее. А вот если говорить о среднем бизнесе, если говорить о том же агропромышленном комплексе, я думаю, что у нас здесь есть поле деятельности. Избавить от кадрового голода призваны многофункциональные центры прикладных квалификаций. Будущие выпускники проходят обучение на базе ведущих предприятий области. В прошлом году по этой схеме обучились более 27 тысяч человек. Дорогу нанотехнологиям на улицах Донской столицы появятся пешеходные переходы со светодиодным насвещением. Безопасность на дорогах обсудили на заседании профильного комитета администрации города. Для ее обеспечения также планируется установить дополнительные светофоры в наиболее опасных местах у школы и на участках дорог с интенсивным движением. В прошлом году удалось снизить количество дорожных транспортных происшествий на 12%, снизить количество ДТП с раненными и погибшими на 8,6%, снизить количество погибших в результате ДТП на 42,9%. Несмотря на положительную статистику, одна из главных проблем – асфальтовое покрытие. С начала года на улицах Донской столицы было ликвидировано почти 60 ям. Первый заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов поручил департаменту дорог пристальней следить за состоянием асфальтового покрытия и своевременно ликвидировать все провалы и намечающиеся ямы. Кандидат в губернаторы Ростовской области, депутат Госдумы Михаил Емельянов сегодня встретился с журналистами. На пресс-конференции он рассказал, почему решил участвовать в предвыборной гонке на пост главы Донского региона. Почему я решил баллотироваться в губернатора Ростовской области? Первое. Я являюсь руководителем, лидером регионального отделения одной из четырех парламентских партий. Одной из четырех ведущих партий. За «Справедливую Россию» в Ростовской области голосуют сотни тысяч. На последних выборах в Госдуму голосовали почти 300 тысяч человек. Эти люди доверяют нам и мы должны им дать право выбору, право альтернативу. Они имеют право видеть и голосовать за своего кандидата. Что касается личной мотивации. Я в политике более 20 лет. Я за эти годы никогда не прорывался в Ростовской области и в Сарстову. Я ростовчанин. Моя идентификация, я ростовчанин. Когда где бы я ни был, в Москве, в Дагодине, когда меня спрашивают такой традиционный образ, ты откуда, да? Я из Ростова-на-Дону, я живу в Ростове. И формальная регистрация у меня в Ростове-на-Дону. То есть за 20 лет работы в Москве, я москвичом не стал, я ростовчанин. У меня накопились определенные идеи, определенные видения, как должна развиваться Ростовская область. Вот это свое видение я и хочу представить на губернаторских выборах. Донские аграрии приступили к уборке ранних зерновых. Коррективы в график полевых работ вновь внесла природа. По всей области не прекращаются дожди, которые сдвигают сроки уборки и снижают урожайность. С мокрых полей репортаж Татьяна Бочаровой. Дожди – радость земледельца, но только не в период уборки. Урожай, который готовился повторить рекорд прошлого года, под угрозой. Ну, это очень хороший, тяжелый колос, очень хорошая пшеница. И малейший ветер с дождем – это все вот у нас легло. И что теперь дальше с этим делать? Ну, будем ставить на комбайны северные подъемники, будем пытаться поднять. А иначе это будет потеря урожая, будет ухудшено качество из-за того, что не проветривается. И еще одна напасть, которую усугубила влага. На посевах развелись корневые гнили – грибковое заболевание. Корневая система, в принципе, здесь неплохая. То есть, все было заложено. И вот здесь как раз потеря урожая в самые последние фазы развития растений. Растения, почва – живые организмы. И их можно лечить, кормить, пробуждать к жизни, не засоряя при этом химией и ядами. Понять секреты живой земли может пытливый ум, не зашоренный вчерашними догмами. За три года работы молодой агроном в три раза увеличил урожайность на этом участке. Доказательство правильного пути тут же – две делянки одного сорта пшеницы, но разные по качеству. Дорого закупленная элита и собственные семена третьей репродукции. Если бы мы посеяли элиту и посеяли свои семена третьей и четвертой репродукции, мы бы увидели элиту гораздо лучше, чем третья и четвертая репродукция. Но здесь мы видим все наоборот. Здесь семена обрабатывались несколько лет биологическими препаратами. И вот и результат налицо. Наши семена третьей и четвертой репродукции лучше, чем элита. Ермак – творение зерноградских ученых. Любимый сорт земледельцев. В хозяйстве надеются, что даже при этой непогоде и потерях поднимут пшеницу и соберут урожай в 60-65 сантиметров с гектара. Здесь уже знают секреты успеха. Татьяна Бочарова, Евгений Смирнов, НаДОНО. В Игорлыкском районе массовое отравление детей сальмонеллезом кишечной инфекцией заболели более 40 малышей. Все они посещали один детский сад. В центральную больницу в станице Игорлыкской госпитализирован 21 ребенок. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. В детсад, где произошло массовое заражение, закрыт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Далее другие сообщения с места. 35 живописных работ батальной тематики в Новочеркасском музее Донского казачества представили авторы из художественной военной студии имени Грекова. Живописцы студии входят в сотню лучших художников России. Для нас большая честь показать свои работы в вашем замечательном музее. В вашем не просто музее, а в вашем замечательном краю. Краю, родине нашего, можно сказать, отца-основателя. Работа мастеров заставляет каждого задуматься, столкнуться с реалиями войны и увидеть исторические вехи в жизни страны. 70 лет счастливой жизни супруги Ломакиной из Пролетарского района отметили благодатную свадьбу. 80 лет назад будущие супруги познакомились за школьной партой. Временно разлучила их война, а после возвращения Юрия Ломакина с фронта влюбленные уже не расставались. Секрет долгой и счастливой совместной жизни раскрыла Виктория Ломакина. И мы с дедушкой сказали, терпение, выдержка и умение владеть собой. Поздравили юбиляров дети, внуки и правнуки. А глава Пролетарского района вручил от имени губернатора Ростовской области особый знак во благо семьи и общества. Молодые футболисты со всей области в течение двух недель боролись за кубок и звание лучших. На Новошахтинском футбольном поле в финале соревнования «Кужаный мяч» встретились команда Мартыновского района «Юниоры» и принимающая сторона «Сокол». Упорная борьба и интрига сохранились до конца матча. Определили победителя лишь по пенальти. «Юниоры» из Мартыновского района взяли верх над командой соперников и забрали главный трофей турнира – кубок «Кужаный мяч». Казачество всей России на Дону. Чем запомнился второй всероссийский слет и что вместо комплекса ГТО там показали девушки? А главное, зачем казаки для таких встреч держат путь в сотни и тысячи километров? Это очень здорово и хорошо, что мы можем так общаться. Хотя, да, понятно, что команды они небольшие, 10-15 человек. Но все равно это очень необходимо и очень потрясающе здорово. Спецвыпуск программы «Станица», посвященный всероссийскому слету казачьей молодежи, смотрите в конце информационного часа. Военно-историческая реконструкция боев Великой Отечественной в шахтах признана лучшей в России. Все подробности в свежей прессе на Дону. Шахтинская реконструкция – лучшая в России. События военных лет в городе восстановили в рамках празднования 70-летия Великой Победы и признали лучшим проектом о войне. Участники реконструкции получили награды, рассказывают газеток «Вашим услугам» и напоминают. В мероприятии приняли участие более 250 человек и задействовали 20 единиц боевой техники. Также в номере. В шахтах перекличка юбиляров. ЗАГС просит откликнуться всех, кто играл свадьбу в день города. Для того, чтобы юбилей также отметить вместе. Дончанки снова удержали первенство. Их город стал местом проведения двух крупных соревнований по волейболу. Первенство области среди девушек и регионального турнира лета 2015. В первенстве приняли участие сильнейшие сборные команды Дона. По итогам 28 партий лидерами стали представительницы Донецка и Черткова. Победители определили по количеству пропущенных мячей, рассказывает донецкий рабочий. Цветик-семицветик собрал более ста детей. Летние каникулы в пришкольном лагере Суховской школы в самом разгаре. Дети придумали отрядом названия, девизы и речевки. Теперь проводят время в веселой и полезной конкуренции. А в лагере дневного пребывания Растишка встречали спасателей. Они напомнили ребятам о правилах безопасности летом. Рассказывается на страничке газеты «Вестник приманычья». Лесной обитатель, встречи с которым побаиваются охотники, стал ручным. Видеоматериалом поделился пользователь одной из социальных сетей в интернете. Дикий кабан живет на берегу Дона в районе Багаевки. Авторы ролика кормят животное с руки. Даже придумали ему имя – Фунтик. Пользователи соцсетей высказывают опасения, что люди могут навредить животному из-за его доверчивости. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи.